Привет, ребята! У нас пасхальные каникулы. Я хотела бы вам рассказать, как финны по большей части отмечают этот праздник, куда они отправляются. В прошлом году я снимала пасхальное видео, вы можете перейти по ссылочке. А сегодня мы окунемся в финскую культуру и посмотрим, как финны отмечают этот праздник. Мы этот праздник отмечаем на даче. И по традиции ежегодно устраиваем сами себе соревнования, кто больше поймает рыбы. Традиция, на мой взгляд, замечательная, если учесть, что есть повод всем родственникам собраться вместе. По моим наблюдениям, родные братья и сестры еще как-то общаются. А уж двоюродные и дальше вот на таких только совместных мероприятиях и встречаются. Итак, по порядку. Такое мероприятие кем-то планируется заранее. Выбирают главного, кто отвечает за организацию и проведение, и решают, у кого на даче будут проводить встречу. Сейчас всех знакомят с правилами соревнований. Финны – очень организованный народ, поэтому все очень внимательно слушают. Чтобы все были в равных условиях, несмотря на наличие у многих транспортных средств, передвигаться к месту рыбалки все будут пешком. Немного о месте проведения соревнований. Дача находится в 130 километрах от города Оулу, что на севере Финляндии, и, как многие финские дачи, в лесу, на берегу озера. Напоминаю, что в Финляндии около 190 тысяч озер, и они занимают 9% площади страны. Наше озеро небольшое, и рыбы здесь не так много, в основном окунь и щука. Итак, все пошли занимать клевые места. Отправляюсь вслед за всеми в качестве наблюдателя, ну и немножко в качестве корреспондента. Поехали на зимнюю рыбалку. Поехали. Давай, сейчас мы увидим все, как финны. Пицца, это будет застязание полтора часа, все по-честному, каждому выданы пакетики. И по истечении времени мы взвешиваем эту рыбку. Кто, что поймает, все вам расскажу, все покажу. Вот пока такой улов у моей крестницы. И как настоящие рыбаки, разговор идет только о рыбе. Не успели оглянуться, как и второй окунек попался на крючок. Подойдем поближе. Здесь все разделились. Каждый считает свое место самое лучшее. Настоящие рыбаки. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот этот финский человек говорит по-русски. Супер, супер. Посмотрим. Прекрасно. Вот такая луночка. Вон кукала. Ага. Рыбы нет пока. Но у детей была, как вы видели, маленькая. Меда? Судака, вон кукала. Ё, вон. Знает даже, что такое судак. Наш судак. Вот так. Иди сюда, судак. Иди сюда, судак. Слышали? Вот так вот. Посмотрим, сколько будет рыбы. Потом все сниму, покажу. Все разделились. Давай, пока. Пока все рыбачат, я сделаю небольшой обзор. Домик побольше – это дача. Слева перед вами сауна. Чуть подальше, в глубине, гостевой дом. А рядом – подсобное помещение. И вот, собственно, дача. И, конечно, какая дача без гриля. И пока наши рыбаки рыбачат, мы разжигаем огонь, чтобы все смогли пожарить сосиски. Фины особо не заморачиваются по поводу еды на таких мероприятиях. Но сосиски и кофе – главные атрибуты. Ну да, еще нас пригласили на сладкий стол, потому что у одного из присутствующих был день рождения. Детям на даче раздолье. А если кто не выдерживает утомительного сидения с удочкой, тот может найти себе развлечения по душе. Прошло полтора часа. Точный подсчет – это самое важное условие. Итак. Заветные числа. 53 грамма. 58 грамм. И, конечно, награждение. Награждение проводят по двум категориям – дети и взрослые. Сначала дети, начиная с победителя. И, конечно, призы получают все. И, конечно, призы получают все. Затем объявляют шесть лучших в категории взрослых. И важно сказать, откуда все эти призы. В течение года все родственники собирают потихоньку кто что может. Какие-то товары. Товары все новые. Это может быть кем-то подаренный новогодний подарок и кому-то не пришедший по вкусу. Кто-то имеет возможность в качестве спонсорства от своих работодателей попросить какие-нибудь мелочи на данное мероприятие. И, поверьте, такие всегда найдутся. Это удивительное качество финнов и всей финской системы, где на спонсорстве держатся не только такие мероприятия, но и вся культура и спорт. Вот, например, у нас главным призом был купон на разовое посещение массажного салона. Такую возможность нам любезно предоставил один из участников, то есть родственник, у кого есть собственный салон. Я получила удовольствие от поездки. Надеюсь, и вам понравилось. Погода прекрасная. Солнышко светит. Минус 2 градуса. Всех поздравляю с наступающей Пасхой. И увидимся скоро.